Люся, Люсь, ну чё ты, ну ты совсем уже, ну как ты могла подумать, Люсь, что я какой-то тебе изменяю, Люсь, я тебе, ты чё, в какой помаде? Я помаде? Ну помаде, ну помаде я. И что? Я женщину спасал от сексуального маньяка. Да, ну и что по всему телу, что помада? Ну чем спасал, то и расцеловало. Я, Люсь, минуточку, я, минуточку, что, что значит, что у меня прямо вот всё тело в царапин? Каких царапин? Ты маньяков видала, сексуальных? Вот такие ногти нарощенные, вот, белые. Почему белые, Люся? А белые, потому что от страсти, понимаешь? Они вот такие ногтищи, что прямо вот телефон-аппарат даже номер набрать не может, вот всё время ошибается. А вот волосы, чё, у меня белые? А, на мне? Однажды блондинка. Блондинка, которая спасал, она блондинка. Вот, и я ей говорю, нефига, говорю, перекрасься, потому что эти маньяки, сексуальные особенно, они-то на блондинок бросаются, вот прямо бросаются на них, вот как в этом парке. Чего, Люся? Я чего в парке делал? Я в парке чего делал? Я в парке чего делал? Я в парке что-то делал, я в городке играл. Ну, ты не знаешь, это такая игра, знаешь, палку бросаешь, вот. И я вот пришёл туда с битой, вот, а вечером в этом парке вообще никого вечером, только городошники. Вот. А я, кстати, битой её и спасал всю. Чего? У меня в машине. В машине, да, у меня, это, косметичка у меня в машине. Люся, а как я, это, подбросили? Ебедедешеньки подбросили. Прямо остановил меня, говорит, ваша. Я говорю, с каких это всего, зачем? А он мне говорит, нефига, разбрасывать по парку. И прямо в машину бросил. Вот мне в машину. Чего? Безгайтер в бардачке? А потому что бардак. У нас в стране бардак с этими родильными домами. Люся, я еду, на обочине роженица стоит. Роженица вся. Рожа вот, вот, стоит. А я посадил её. Схватки в машине, кормление. Я даже не помню, куда чего вставал. Чего? Не, Люся, ты в себя приди. Потому что я-то по полной программе. Я же к человеку, всё. Чего? Почему? Нет, не к друзьям поехал, Люся. Я поехал с утра в библиотеку, чтобы занять очередь на вечер. А телефон дал горнолыбнице. Она маме хотела позвонить. Она так на лыжах и ушла в гору. С телефоном, а поэтому недосягаема была. Да, а потом женский голос, когда у них связь появилась. Правильно, а я отдал, но с мамой она давно не говорила. Горнолыбнице. Чувак, какие деньги? Какая зарплата? Люся, что ты говоришь? Чего ты говоришь? Я же, меня гуманоиды захватили. Прямо подошли два фуражка. Говорит, зайдите в ВНЛО. Я зашёл. Выверни корону, вывернул. Забрали все бабки на спектральный анализ. Понимаешь? Вот. И всё это к себе туда увезли. Чего? Чем от меня воняет? А это вот этим спускаемым аппаратом ихним. Вот. Они же из созвездия рыбы. Поэтому я весь в чешуе, Люся. Витёк, ну чё? Поверит она, Люська? Нет? Фу ты. Из одной рыбалки столько фантазировать надо. Где-где на посте я? Что, забыл, что я в ГАИ работаю? Ну. И тебя с Днём Мелис. Какие деньги у нас операции? Чистые руки, фиг, брюки. Всё. Жанна, мешаешь, у меня нарушители. Всё. В сторону транспорт. Молодой человек. Чего, едем с такой скоростью, без номеров, без техосмотра? Что? А я в честь праздника вас отпускаю. Езжайте, товарищ велосипедист. Там это... Сейчас, минутку. Дятел, дятел, сокол слушай. Дятел, сокол слушай. Да. А, извините, командир, не признал. Это вы, сокол, а я этот, вот, птица, это, да. Да. Есть, командир. И вас с праздником. Вас с праздником, командир, да. Нет, это мы с сержантом, то есть с этим, с лейтенантом, со старшим лейтенантом, с Петровым. Мы на 68-м километре стригём. Э, стригём. Вы извините, в рации помехи помехуют. Вот, подождаю. Не, 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 не берём мзду. Что мы, мздуны какими. Всё нормально. Да, нормально. Сержант Петров, то есть старший лейтенант Петров растёт, растёт, да. Растёт уже второй этаж дачи достраивать. Да. Какой же это, как, какой, какой же, ну, оборотень. Ему до вас ничего сидеть, не пересидеть. Ничего я не сказал. Это в рации помехи помехуют. Да. Есть, командир. Да. Придёт на работу. Есть. Есть. До связи, сокол. До связи, сокол. Есть, сокол. Есть. Дятел. Петров, ко мне иди. Ты чего, командир, жалуется, ты в ГАИ за зарплату не ходишь? Стыдно ему. И нам стыдно. Ходим-то. Пиши ты. В сторону транспорта. Чё, несёмся-то с такой скоростью, еле едем. Задержим движение. Я вижу, что на лошади. Спил за рулём, за лошадью. Как не пил лицо, как у лошади. Езжай, давай. Пропусти, Петров, пропусти. И скажи, чтоб лошадь не газовала. Да. Да, Жанна. Да. Да. Чего? Да не ору я тут лошадь на прилазь. Да. Чего? С какими меня путанами видели? Что? Жанна, что ты несёшь? С какими меня путанами? Плюнь в лицо своей подружки. Плюнь, да. Купи ей очки. Какие путаны? Это просто девчонки на обочине стояли, а мне командир говорит, убери. Всё. И что? Что же, у колодца да не напиться? Всё, Жанна, всё. Мешаешь. У меня сплошные нарушители. В сторону транспорта. Да. Мои любимые. Саляму алейкум. Арбузды не везём? В сторону транспорта. На площадочку. Документы, Петров, возьми документы. Не пересчитывай, потом пересчитай. Жанна. Жанна, мешаешь. У меня командир на связи. Сокол, Сокол, брат Сокола служит. Что? Ребята джип угнали. На нас едут. Да мы сейчас их порвём начать. Чего? Они банк грабанули. Везёт же люди. Тут стоишь, как телефон-автомат. Кто копейку бросит? А тут чего? Ничего я не сказал. Это братцы помехи помехуют. Да. Не-не, командир. Всё нормально. Мы сейчас их порвём. Есть. Петров, ко мне. Значит так. Садимся за засаду. Всё. Пацаны едут на джипе. Банк грабанули. Мы их берём и по всей строгости закону. 50 на 50. Да. Да, Жанна. Сижу. Да не в туалете я сижу в засаде. Что? Что нашла? Бюдгальтер. Ну. Большой размер, да? У меня на заднем сиденье в машине. Ну. Десятый, двенадцатый где-то, да? Это Кобура новая дура. Слева патроны, справа пистолет. Всё. Отвлекаешь. У меня командир на связи. Сокол, Сокол. Брат Сокола слушает. Брат Сокола слушает. Как по другой дороге? Я извиняюсь. Они же на нас ехали. Что? К Иго Попову? Да он же на Рублёвке, на шоссе Рублёвке. У него же, у него же чистые руки по самые помидоры, как у вас. Понял. С праздником у вас. Конец смены. Конец связи. Есть, командир? Есть. Да. О, праздник, а? Петров. Салям алейкум. Документы забрал? Перечитаем по дороге. Поехали. Музыку не врубай и сам спою. На. Соснов. Ты, студент, не волнуйся, будешь вот таким Дедом Морозом. Это я тебе говорю, я же все-таки в людях разбираю. Ты вот таким будешь. Мне говорили, ты вчера пошёл по заказу в мужскую баню. Хочу. Перепутал. Купьянки в женскую попал. И что? Что, они недовольны были, да? Еле отпустили. А как же? Что ж, я не бывал, что ли? Там же жуть, что. Жара. Все мокрые, потные, скользкие. Забываешь, какую поздравил. Потом в очереди стоят за подарком. По два раза. А подарок-то один. Скажу честно, ты доволен, что у Деда Мороза пошёл? Потому что, я тебе скажу, я вот, баня-то, это, вот, я на ликероводчик, когда иду, паспорт с собой беру, паспорт. Чтоб не забыть, как тебя зовут. Потому что там же, как, здрасте, они тебе литр прямо канистру наливают. А на пассажок прямо тебе в цистерну со спиртом плюх. И тогда только ты, Деда, понимаешь, как ёжики рожают. Я тут шёл вчера тоже немножко отпоздравлялся. Упал в колодец теплотрассы с подарками вместе. 40 бомжей меня как обхватили и говорит, вот, молодец, говорит, мэр Лужков Юрий Михайлович. Прислал же гамадрилу с подарками. И давай меня целовать. 80 губей. Тьфу, еле спасся. Это ничего, старик. Мне рассказывали, что ты в доме учёных по ошибке шубу штаны заправил. Ничего. У меня хуже было. У меня он, я в посольстве выступал, ёлку в окно выбросил. Оказалось, жена посла в бусах. Не, я тебе честно скажу, тогда у меня день не очень удачный был. Знаешь, не помню, чего пили, но не очень удачный. Во-первых, соседская жена меня с моей застукала. Невезуха такая. Потом я братву поздравлял в ресторане. Слышишь, поздравлял. Говорю, вот, говорю, и наступил ваш год, козла. Ой. У меня, судя, у меня до этого все свои зубы были. Все. Не, ничего, старик. Ты застраховался? Обязательно застрахуйся, судя. Ты застрахуйся. Нам нельзя быть не застрахуемыми. Ты чего? У нас работа опасная. Мне рассказывали, вчера ты немножко опять перехватил. Ты рано пить начал, старик. Надо же опыту набраться, чтобы иметь право. Вчера, говорят, ты обезьяну в зоопарке на колени посадил. Заставлял ее стишок читать. Матюка мучил ее разным. Все хорошо, но только это же была не обезьяна, директор зоопарка. Ты чего? Кстати, ты видал вот этот чувак у нас? Этот, сзади Собеба. Вот парень черненький. Так он же лучший сейчас Дед Мороз. Лучший вот этот. А пришел, ну дурак дураком, ну, елку первый раз увидел, говорит, господи, говорит, смотри, пальма, говорит, не бритая. От 500 грамм в обморок падает. А сейчас отбоя нет, от заказов. Одни шахтеры и заказывают вообще, он у них свой. Нет, этот Егор, наш, московский старик, это он от петарды прикурил. Нет, студент, у тебя получится. Ты знаешь, что ты крепкий мужик, у тебя получится. Я тебе честно скажу, я в прошлом годе тоже в Новый год одну поздравлял. Она такая поздравлялка оказалась. Я так запоздравлялся, старик, летом вышел, в июне. Да, иду, значит, старик, в этих валенках, в шубе, в шмаках, прям по подъезду, представляешь, вот так, иду, два наркомана стоят, один другому, говорит, смотри, два косячка только курнули, уже лето кончилось, Новый год пришел. А этот второй говорит, не, 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 говорит, вот еще курнем чуть-чуть, и лето к нам вернется. Нет, студент, все нормально, ты этого художника Федорова поздравил? Молодец. Поздравил, подарил ему наш сувенир. Что, заставили салону пробовать? Это, старик, надо, это же у нас в контракте записано. Сам сувенир опробуйся. Что? Надувная баба была? Сколько Дед Морозов тебе завидует. Чего? Лопнула под тобой? Я тебе говорил. Вот на женщину, даже на надувную, положиться невозможно. Старик, это ничего, что у тебя все впереди болит. Сегодня время такое, лишь бы не болело сзади. Ну что? Чего мы отвлекаемся? Пошли веселить людей, на работу пора. Маленькой елочке холодно зимой. Маленькой елочке мы нальем... Лен, ты че, обижайся на меня. Че я? Я мне за газетой ходил, я за руку в руку. Че, я на бабу твой козел сказал, что я... Светке заходил? Чего? Чего? Светка, одинокая женщина, одна живет. Ну и утюг испортился. Я один на весь подъезд, может быть, в машине. Папа твой козел. А почему он ей утюг не исправил? Что, отвертка не работает? А Светка, у тебя гаража относится, Светка. Она сама говорит, вот, говорит, Ленка дура, говорит, такого мужика отхватила. Вот так сказал, Ленка говорит, какая дура. Откуда она тебя так хорошо знает? И, главное, ты вот сидишь в этих бигудях, в этом халате странном, я тебе на свадьбу подарил. Телевизор бесплатно в окно смотришь. Что ты там смотришь? А я... Светка, на секунду зашел, на час, утюг, учи. Ой, она вся нафурцепудрена, юбка поставила, не могу. Готовится женщина гладить. А я что, думаю, сейчас просто так хожу, я думаю, что своей-то Леночке, Лена-Лена, хрен через колено. Вот иду, думаю, смотри, может, слетаем куда, вот, гляди. Вена, Рим, Ницца, Монако, всего 50 долларов. Так не может быть, по-русски написано. Вена, Рим, Ницца, Монако, всего 50 долларов. На самокате. Ну, значит, не вышло, что там. Что-нибудь подороже, дешевка есть дешевка. За 100 долларов я тебя повезу в следующем году. О, Ленок, это нам. Твоя сеструха замуж собирается, уже лет 30, вы выдать не можете. Вот для ее, прям, объявление написано. Вот, смотри, ищу активную женщину, коротко о себе. 20 гектар огорода, 700 кур, 1200 кроликов. Не потянет. А же семейка у вас подлючая такая, у вас все готовы. Вот как ваш папа, так, козел. Слушай, вот, знаешь, почему она замуж не может выйти, твоя сеструха? Потому что она вылитый, твой папа, козел. Вот, ты на маму похож, тоже не подарок. А вот она вылитый, твой папа, козел. Вот, ищу, сы, папа. Я знаю, что у папы нет усов, а у ей полно. О, объявление, гляди. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. И Кубовича надо звонить. Гадаю на кофе. Чего получится, не знаю сама. Вот, знаешь, с этим вот гаданием, Лен, вот у нас завгар тоже с тещей поссорился, пошел к гадалке. Приходит очередь большая. Он спрашивает, кто последний? Слышит, протививный голос такой. Я. Глядь, теща. А что делать? Сел рядом, разговорились, помирились. Сейчас она от его ребенка ждет. Что, я хрюкаю? Мать твою вспомнил. Господи, прости. Какую очередь надо высидеть? Утеряна сумка с салом. Кто найдет, нехай подавится. Слушай, вот народ недобрый пошел. Лен, вот. Может, папа твой писал, козел? Жена на час. Это такую фигню пишут. Жена на час. А что, это же не на всю жизнь, знаешь. На всю жизнь застрелиться. А на час. Телефон пишут, смотри. 4,44, 56,30. Простой. Чтоб каждый дурак запомнил. Я запомнил. Не пожалейте, Киш, не пожалейте. Какая гадость, да, Лена? Слышишь? Бюс, седьмой размер, Лен. Седьмой. Слышишь? Мы с нулем мучаемся. А тут. Седьмой. Это же из комнаты в комнату. Это лешка. Это седьмой. Лена, ты видала такое? Это ж какой гамак надо, чтобы все это... Господи, это ж надо. Вот это да. 4,44, 56,30. А ты вот что сидишь, Лен? Ты взяла бы на экскурсию съездила. Вот смотри. Приглашаем на экскурсию по местам, где кочуют олени. В северное сияние поглядишь. В северное сияние. Ягеля пожрешь. А я здесь по-стариковски. 4,44, 56,30. Не поедешь, да? Ну, сиди. Сиди вот у своего окна и гляди этот бесплатный телевизор. Что ты там видишь? Что? Мужик? Эй, на клумбе! Я тебе поливалку-то оторву. Ты что? А я вчера цветы рву. Чувствую пахнуть. Эй, мужик! Петрович, привет. Не признал сразу. Гляди, дворника не узнал. Ну, ты развернись тоже, не льсти себе. Часто я вижу шашланг, а то думаю, струище-то какая. Да я. А ты тоже дура сидишь. Сказала бы, что, Петрович, ссоришь меня с людьми. А, гляди. Для твоего папы объявление. Люблю животных. Приму в подарок козла. Может, я твоего папу людям отвезу бесплатно. Прямо на такси. Еще травку накажу. Кормить его бесплатно. Козла этого дармоеда. Вывод из опоя. Вывод из опоя. Это не нам. Вывод из опоя. Еще Карл Маркс говорил. Вывод из опоя. Вход в никуда. Это Капитал. Второй том. Ты не читала? Лена. Ты Капитала не читала? А как нам жить дальше? Как общаться-то? Я к Светке на секунду зашел, на час. И утюг это кинул. У нее стеллажи книг. Стеллажи. Красный, синий, зеленый. Все, пылинки. Все прочитала. Все. Утюг сверху стоит там. И стремяночь. Она полезла наверх. Туда. За утюгом. Я гляну. Какие у нее красивые книги. Вот я не дочитал что-то. Я завтра пойду. Возьму пару томов. Продаю траву стаканами. Деревню Дубки. Рядом с говорящим лесом. Поющей рекой. Спроси деда Степана. Который все время летает. А я вот с твоего супа летаю. Лен. Почему? По кончану. Потому что каждый день суп. И каждый день гороховый. Вот почему твой папа тебя в ракет строении не знал? А? Сидишь. Глядишь. Набычилась. Бегудяк в этот халате срочно. Дама с незабываемым бюстом скрасит ваше одиночество. Эту мать твою вспомнила. Тоже нормальная женщина же была. Помнишь, она мужика в буфете грудью задела? Скорая помощь приехала. Какой диагноз поставили? Попал под каток. Лена, вот ты сидишь в этих бегудях, в этом халате странном. Никто к твоей дверь не постучит и не спросит. У вас утюг работает? Лена, за счастье нужно бороться. Вот мужик, Лен, это тот же корабль. Заходит в разные моря. И все равно в родной порт. К родному холодильнику возвращается. Дай бог здоровья Владимиру Владимировичу Путину. Какие деньжичи отвалил за каждого ребенка. Сколько кораблей развернулось. И чешут в родную. Николай Петрович, Степанов я, не узнали? Степанов! Вы сами меня послали... Японскую делегацию принять по русскому обычному. Степанов! Ну, принял. Поэтому вы меня и не узнали. Они же довольны очень. Не-не, Николай Петрович, мне пить начали не в бане, а еще в гостинице. В лифте. Ну, ехать далеко, пятый этаж. Я этим японцем бедным за каждый этаж по полстакачки. По полстакачки всего. Нормально. Чистую виску. Из моего самогонного аппарата. Очищенную через бабкины носки. Нормально. Нормально, Николай Петрович. Не-не-не, все, они довольны очень. Не роптали, тихо лежали без сознания на полу. Нормально. Не-не, а я всю делегацию в один лифт. А я, малюсенький, я их в бане видал. Не-не, это вы путаете, шеф. Это в прошлом годе вы путаете. В прошлом годе вы путаете. Тогда немецкая делегация была. Тогда лифт не работал, помните? Лифт не работал. И на 10 этаж пешком пилилили. Я им за каждую ступеньку по полстаканчику. По полстаканчику. Но я им показал этим немцам Сталинград. Я один дошел. Это поначалу у меня не получалось, Николай Петрович. Это, помните, тогда африканскую делегацию. Я их в бане отмыл, добила. Им улетать. Они в паспортах черные, а так белые. Я же кислотой, что жена кастрюльки моет. Не-не, нормально, японцы довольны. Я их по городу провез. В Третьяковскую не успели, Николай Петрович. В Третьяковскую не успели, потому что некого везти было. Но ведь еще страшно. Я им наколки показал в бане. У меня же все оригиналы. С Эрмитажа все. Не, а потом я пивком полирнул. Пивком. Не, не Балтика, а Авиабалтика. Половина Балтика, половина авиационный спирт. Нормально, Николай Петрович. Не-не-не, что же орать-то на меня? Вы сами сказали, покажи японцам Москву. Как покажешь? Вы японцев давно видали? Глазки-то. А я полирнул, блюдцы. Да это мы сами дураки придумали. Япония, инженерия, отдайте острова. Такие же люди, как мы. Просто японцев поглубже поить надо. Тогда они будут делать машины, как мы. С левым рулем и с хреновым мотором. Я потом их на Старый Арбат, Николай Петрович. На Старый Арбат все. Нормально. Отвез в Чебуречную. Литр влил. Вынес на улицу. А они говорят, японский хотим. Японский повел. А, у меня знакомые открыли. Азербайджанцы. Там они уже чапкали по нашему лицом. Ели руками. И смеялись над теми, кто палочками жрал. И языки им показывали. Вот так. Ну это я научил. Батюки сразу схватили. А языки же похожи, Николай Петрович. Ну я вам скажу по-японски. Вы поймете. Каждый дурак поймет. Люди. Хасписи, хасюкаки. Нормально? Вот. Не, я скажу. Очень, ребята, нормальные. Главное, что я контракты подписал. Не волнуйтесь. За них, за нас. Кто после литра любой роглил? Не, нормально, Николай Петрович. А я еще ничего не спрашиваю. Вы не волнуйтесь. Ничего не спрашиваю. Один поднялся так, спросил, говорит. Кто такие алкаши? Шеф, я про вас слова не сказал. Что это? Не, а потом я их опять порную. Массажистка-то болела. Так я тетю Дусю попросил из мужского отделения. Уборщица. Она их мастернула. А как тетю Дусю не может? Николай Петрович, а кто может? Тетю Дусю всю жизнь на железной дороге шпалу клачется отработать. Да она любую рельсу в узел. Да у нее от плевка воробьи дохли. Она их как мастернула. Я ее еле оторвал от японцев. Оказывается, у нее дед в японскую войну раненый был в лицо. Она им мстила. Ну а потом в кучку их и в аэропорт. В самолет и отправил домой. Москва, Прага. В как Токио. Я извиняюсь, шеф. Я перед этим их за стол посадил карту. Говорю, куда вам лететь, пикемоны японские? Они говорят, что... Не, серьезно. Вот карту метрополитена положил. Московская. А не раз пальцем пражская. Да Токио с ними, шеф. Я им с собой трехлитровую банку рассола. Трехлитровую банку. Да у нас в прошлом ходе голландцы без всякого рассола. Момент долетели на электричке до Урюпинска. Шеф. Если какую делегацию принять, Степанова не подведет. Накормит, напоит, в бане попарит и домой в Прагу. Всегда отправит. Леон Измайлов. Нет, я имею в виду автор. Леон Измайлов. Это говорят, что мы жадные. Но я вот матери родной. Тысяча, да, рублей на месяц. Месяц закончился. Я пацанов послал. Забрали. Не, ну, что ж старушку на счетчик ставить. Не, вот, знаешь, вот, все говорят, мы жадные, да. А я телевизор себе сделал. Знаешь, телевизор на закат. У меня трубка золотая. Трубка золотая. Ну, это, экран золотой. Антон тоже золотая. Серега, друг мой, говорит, слушай, а как же ты его смотреть будешь? Я говорю, ты что, совсем, чего его смотреть? Его показывать надо. Понимаешь? Нет, ну, все думают, что мы совсем уже, да, жалеем даже самому себе. Но у меня зрение попортилось. Ты думаешь, что я сделал? Очки? Я не дурак. Я себе лобовое стекло на машину минус два заказал. Не, ну, знаешь, вот, у меня машина, кстати, машина, у меня машина ломовая, у меня машина. У меня Мерседес, Мерседес, 700-й. Ну, следующего года. Мерседес. Самый последний марки. BMW называется. Не, ну, серьезно. Я, я вот еду, слышишь, милиционер свистит, а я так окошко открою и говорю, старик, не свисти, денег не будет. Ну, потому что я прикольный, знаешь, я прикольный. Недавно еду, слышишь, вот так еду, нормально, знаешь, так. Вдруг мимо, машина. И прямо на горизонте вот такая точка. Ну, я, да, я, я, сто. Ничего, сто пятьдесят, еле еле. Ну, на двести я его догнал. Мужик сцепился в руль, сидит такой, ну, пришел на двести. Я говорю, мужик, ты кто? Он говорит, не знаю. Я говорю, а что это у тебя за машина? Он говорит, не знаю. Я говорю, ты откуда едешь? Он говорит, с американских городов. Не, ну, все ха-ха. А я, я действительно, вот на красное становился. Сзади мне в это, в Запорожье. Как мне, я выскочил. А потом думаю, да неудобно, знаешь, вот. Надоели вот эти, знаешь, вот. Ну, анекдоты. Там, Мерседес, Запорожье. Я даже, вот, знаешь, вот, сел, думаю, головы не повернул. На втором светофоре, только красное. Он меня опять... Я, я даже голову не повернул, чтобы унижаться. Но когда третий раз, он мне как... Я выскочил, знаешь, подошел и говорю, мужик, вот никаких прецензий, только ты мне скажи. Вот когда меня впереди нет, ты как тормозишь? Нет, вот, Серега, друг у меня, он прикольный такой, знаешь. Мы в Париж недавно поехали. Ну, мы везде ездим с пацанами так. Ну, чтобы мир полететь. А вот он себя показал. О, в Париже, слышишь? Ну, пятый раз уже приехали, слышишь? Он мне говорит, слушай, говорит, Вован, а что-то, говорит, Наифилюбашу показывает, Наифилюбашу. Ну, слышал, да? Показывает, говорит. Слушай, вот эта вышка, я ее пять раз вижу. Нефть они нашли. Слыхал? Ну, чудак, на Афилюбашу. Я-то знаю, что нашли. Мы недавно в Лондоне тоже были по обмену с ихними пацанами. И нас на экскурсию, по городу на экскурсию, экскурсовод заводит в автобус. Раз, и на второй этаж. Говорит, поем на втором этаже. Ну, по Лондону. Я говорю, а как мы поедем? Водилы же нет. Вот мы ушли, а он так и стоял с открытым ртом. В деревне, что там, Лондон, да. Есть Серега, он вообще прикольный, Серега. Он мне позвонил, говорит, у него день рождения был. Говорит, мне, говорит, книгу подарили. Книгу. Ну, прям церковную книгу подарили. С автографом. Я говорю, ты что гонишь? Он говорит, да. Так и написано. Евангелие от Матфея. Все. Ну, я ладно, там, все там. Я не стал мелочиться. Я ему, Серега, близкий друг Серега, я ему барабаны Традивари подарил. Да, мои тоже, ха-ха. Говорит, Традивари скрипки делал. Правильно, скрипки. А для нормальных пацанов за хорошие деньги еще и барабаны. У меня соседка... Простите, простите, не могу. Подговорила всех соседей в доме, чтобы они все единогласно меня из нас, из нас из всех избрали старшим по дому. Ну, я из-за него заикаться стал. Я раньше не за... Да, я... Что? Они все проголосовали. И теперь каждый из них считает своим долгом. Они просто меня за... Замучили. Если грубо сказать... Зат... Затравили просто... Я... Не, ну... Я... Ну, вот... Я сегодня выгляжу ху... Хуже, чем вчера. Вот. А потому что эта соседка, она вчера послала меня просто в... в подъезд и говорит, там кто-то в лифте нас... нас... нас арен. Я... Я заглянул в лифт и точно на полу огромная лужа и сверху плавает кусок... Г... Газеты. Ну, и лужа желтого цвета, ну, явно... Ма... Ма... Масло под солнцем. И я вспомнил, что вчера этот... Ну... Мужик из шестой квартиры, он нес бидончик с маслом. А он, ну... Поверьте, я же врать не буду, он натуральный разъ... Разъевшийся воров. А жена еще та... Сумасшедшая. Я эту семейку... И я позвонил им в дверь. Открывает дверь эта старая... Б... Бабулька. А я ее прямо спрашиваю. Говорю, а где ваш этот... Б... Б... Зять? Она говорит, он сейчас... Зазанят. Он там в спальне на кровати свою жену едой угощает. Она заболела. Я прямо задохнул. Я... Я там в лифте за ними гаубер, а он здесь на кровати свою жену едой угощает. Я... Я думаю, сейчас я зайду, я оторву... Я... Я... Его от удовольствия. А потом думаю, ну... Ну, за... Зачем мне эти... Инфаркты? Я этой старой... Б... Бабушке говорю, передайте своему... Ну, вы его знаете. Говорю, что я помню, что он вчера послал меня на... На... На худую крышу поглядеть. Я вызову мастеров, мы золотаем. Вот, клянусь, вышел прямо на... На улицу и думаю, ну, как же народ просто... Ах... Ах... Ахамел. Я... Я... Я думаю, ну, это же вот есть категория людей, с которыми лучше не связываться, потому что обязательно найдешь переключение на свою жизнь. А вы что подумали? Если сказать, что мы с женой живем в деревне, да? Ну, деревня, я зашел, у нас хозяйство небольшое, там, кур и утки, вот. Ну, коровка там, бычок. И внучок с нами, пять лет. О! Ну, так уж целыми днями косишь, доишь, доишь, косишь. Я говорю, поехали, поехали куда-нибудь на юг отдохнем, в санаторий поехали. Ну, поехали в санаторий, взяли пацана, ну, денег же накопили. Ну, три дня плаваем, ныряем, едим, пьем, ну, в общем, так как, я не знаю, как это можно, вот, целыми днями, доить некого. Да, ну, вот, три дня я вот выдержал, на четвертый день раньше встал. Мои еще спят, а я прям в плавках, в море. Иду, плавки такие особенные, ну, почему особенно, моя жена там деньги зашила. Ну, так, в салфане, ниткой крепкой, еще булавку английскую. Я говорю, а если, она говорит, да уже, вот. Не, я не к этому, просто, я прям, походу, еще пивка махнул, и прям в этих плавках, нырнул в волну, меня как бабахнуло, а мне пофиг, я пивка махнул, я еще ракушку там на дне, нашел какую-то, меня перевернуло, вот так, раз волной, и по гальке, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, и плавки, как ветром, сдуло. Я-то не знаю, я, я-то не знаю, я с этой ракушкой, из моря, не понимаю, почему мне в глаза никто не смотрит. Женщина загорает, я к ней подхожу, ракушку спрятал, говорю, женщина, а вам моллюску мою показать? Она говорит, странный вы мужчина, сначала показывайте, потом спрашивайте. Я думаю, ну ладно, дурдом, у меня же рука-то здесь. Я другой говорю, а вам моллюску мою показать? Она прямо очки сняла, говорит, наконец-то мой отдых заимел смысл. Я думаю, дурдом какой-то, я прямо выбросил эту ракушку, пошел дальше, гляжу, женщина отдыхает, ну явно наша, значит, деревенская, потому что купальник цельный, цельный, прям по колено, и халатик, и он, ну да, платок надела и резиновые спаи. Я, ну думаю, ну не хочет обгореть. Короче, я к ей прямо, и говорю, женщина, ну мол своя, ну ей хозяйство у меня, я говорю, женщина, а у меня большое хозяйство. Она на меня глянула, говорит, мужик, не преувеличивай. Я говорю, а вы что, видали мою хозяйство? Она говорит, уж не слепая. Я говорю, ну вы-то, как никто знаете, какая морока с этим делом. Она говорит, вот и треваю, да. Я ряду, с утра вот, знаете, вот я ни свет, ни зря скакиваю, пока всю живность во дворе не обслужу и успокаиваю. Она говорит, слышите, мужик, я тебе не живность? Ты иди отсюда, маньяк, чертов. А то я тебя сапогом огрею. Я думаю, ну дурдом, но это точно сколько дурдом. Может, тут по соседству дурдом, а им кусок пляжа отдали, вот они отдыхают. Гляжу, женщина с пацаном, пять лет где-то пацану, думаю, у ей пацан, у меня внучок тоже лет пять. Я прямо раз к ей и говорю, женщина, а вы моего малыша видали? Она говорит, не слепая. Я говорю, а как же вы так прямо увидели? Она говорит, ну, бинокль есть. Я говорю, он такой, он любит с чужими тетями заигрывать. Да. А к вечеру прям такой возбужденный, жена его еле укладывает. Она говорит, да понимаю вашу жену. А вот с утра мы еще спим с женой, а он под одеялом прямо и выскакивает прямо из-под одеяла и хохочет. Она на меня глянула, я говорю, а вот когда он вырастет, она говорит, он что, еще расти будет? Говорит, да, если в мою породу метр восемь будет. Она прямо шезлонга, баба. Я думаю, ну точно, наверное, здесь дурдом, а им кусок пляжа дали. Я думаю, не, надо за своими сходить. Гляжу, женщина мороженое ест, но думаю, жарко же. Ну, неудобно спросить. Я так переминаюсь на Динану, но неудобно спросить. Она так ест и говорит, перестаньте передо мной болтать. А я молчу. Она говорит, я сказал, не болтайте, он болтает и болтает. Ладно, мужик, уболтал, пошли. Говорит, только с официантом, рассчитайся за мороженое. Я деньги, ну, в смысле, руку туда, где у меня деньги лежат, вниз, а волосы вверх. Я, конечно, семью забрал, мы уехали срочно, потому что уже очень я популярный стал на пляже. Но, вот что я вам скажу, друзья мои, мужики, когда отдыхать, поедете, из моря выходите, ну, не трудно же. Проверьте, деньги на месте.